В эфире программа «Актуальное интервью» в студии Ольга Русл. Здравствуйте! До начала сдачи единого государственного экзамена остается чуть больше трех месяцев. Первое испытание назначено на 27 мая. Как будет проходить ЕГЭ в этом году? И что следует помнить о правилах его сдачи? Поговорим с заместителем директора Ненецкого регионального центра развития образования Александром Шамовым. Здравствуйте, Александр Сергеевич! Здравствуйте! Александр Сергеевич, расскажите, пожалуйста, какие экзамены чаще всего выбирают наши выпускники в Ненецком округе? Самые популярные предметы какие? Ну вот подходит время сдачи экзаменов. Мы анализируем каждый год практически все те экзамены, которые выбирают дети. Но остается по-прежнему основные экзамены, это, естественно, выбирают все дети, это русский язык. Математику в этом году она делится на профильную и на базовую. В этом году профильную математику выбрали больше, ой, меньше, вернее, учащихся, чем базовую, что говорит о том, что все-таки наклон у детей для сдачи идет в гуманитарную область, потому что большое количество детей выбирают общество знания, историю и биологию. Много выбирают английский, информатику, остальные предметы, конечно, гораздо меньше. Они уже вот к этому времени сейчас должны определиться, сколько и какие предметы они сдают? Ну, они определились уже к 1 февраля. То есть они уже подали заявление в школы к 1 февралю. Мы уже все эти данные внесли в государственную базу по сдаче экзамена. И теперь дети уже поменять экзамены, к сожалению, не могут. Только если у них есть какие-то объективные причины, по которым они хотят изменить тот или иной экзамен. А сколько экзаменов нужно сдавать по ЕГЭ? Обязательно сколько сдавать? 3-4? Это как-то регламентируется или можно больше? Ну вот смотрите, в ЕГЭ у нас для получения аттестата каждый ученик должен сдать 2 обязательных экзамена. Это русский и математику. Они нужны для того, чтобы по окончании школы ему выдали аттестат. Для поступления в высшие учебные заведения он сдает столько экзаменов дополнительных по тем предметам, по которым ему нужно поступать. Если ему для поступления достаточно будет русский, математику и общество знаний, значит он будет сдавать 3. Если ему нужно еще физику, химию или биологию, то он будет сдавать столько экзаменов по выбору, сколько ему нужно для поступления в высшие учебные заведения. То есть ограничения по экзаменам в сторону увеличения нет, но минимальной русской математикой он сдать обязан. А как выпускники сельских школ в этом году будут сдавать ЕГЭ? Они ежегодно у нас сдают здесь в городе. Организуется компания по завозу детей с сел сюда в город. Мы оплачиваем перелет этих учащихся. Они приезжают в город, селятся здесь или у родственников, или в интернате. Обеспечивается им там питание. И они сдают вместе со всеми выпускниками городских школ в тех пунктах, которые специально предназначены для ЕГЭ. Потому что сдача ЕГЭ происходит только в пункте, который аттестован. То есть идет проверка этого пункта на соблюдение всех требований, которые положены по порядку сдачи ЕГЭ. По видеонаблюдению, по оснащению оборудованием, по всем характеристикам, касающимся аудитории, помещений и так далее. Поэтому у нас два пункта для сдачи экзаменов. Это на базе первой школы и на базе пятой школы. Поэтому все дети сельские приезжают к нам. Их порядка 20 с лишним человек, где-то 24-23 человека. Они приезжают к нам, селятся здесь в городе и вместе со всеми сдают экзамены. Какие в этом году есть особенности при сдаче ЕГЭ? Что-то поменялось? Что там вообще нового? В этом году много изменений, касающихся контрольно-измерительных материалов, по которым дети будут сдавать экзамены. Потому что они сдают теперь по новым ВГОСам. И задания усложнились, можно сказать. Здесь большие изменения по основным предметам, особенно по математике профильной. Задания стали сложнее. То есть не только на знания, но и умение применять эти знания. То есть, хотя количество заданий уменьшилось в КИМе, но сложность их увеличилась. В базовой математике, там наоборот, количество заданий увеличилось. Изменились материалы и по остальным предметам, по истории, по физике. То есть пересмотрены практически все перевод первичных баллов в баллы тестовые. То есть очень много изменений. Все эти изменения размещены на портале FIPI в доступной сети. Можно, в принципе, выйти туда на портал по каждому предмету, который интересует. Взять изменения по КИМам. Там прямо конкретно прописано, какой пункт убран, какой добавлен, какие задания усложнены. Потому что какие-то задания убираются вообще и добавляются новые. По истории, допустим, историческое сочинение, оно убрано, добавлено какие-то другие задания. То есть математика очень усложнена. Задания достаточно много претерпели изменений. И их лучше посмотреть конкретно под тем предметом, который интересуется, прямо на сайте FIPI. И зайти туда и посмотреть. Если там никто-то не может найти, допустим, сайт, можно позвонить нам. Мы обязательно сориентируем. Где-то, может, сделаем какие-то выписки, вырезки. Можем также предоставить любую информацию. Но учителя в школе в этом плане достаточно грамотные. Их проучивают. Им все вот эти изменения в КИМ выдаются. То есть они уже у нас практически с ноября месяца проходят специальное обучение по изменениям по КИМ. И все вот эти вот изменения до них доносятся прямо пошагово. И они уже должны их использовать у себя при подготовке детей к сдаче вот этих самых экзаменов. А сама форма сдачи экзамена, она не поменялась? Все точно так же? Все вот они так же в аудиториях? Заходят ручки, нельзя выходить там? Да, все у нас вернулось к тому, как это было изначально сделано. То есть вся процедура осталась прежней. То есть тот же пункт сдачи экзамена, все те же условия по тому, что могут дети на экзамен делать, как они должны переходить, чем можно пользоваться, чем нельзя пользоваться. То есть вся процедура осталась та же самая. То есть у нас практически... Мы в прошлом году у нас были изменения, связанные с пандемией. Были другие предметы, уменьшенное количество, сдавали там геатистат. То есть были большие изменения. В этом году все вернулось к прежнему состоянию. И мы сдаем точно так же, как всегда сдавали. Сколько в этом году выпускников сдает в Ненецком округе в целом ЕГА? 271, но это количество вместе с выпускниками прошлых лет, которые пришли изменить свои результаты. А так 243 человека у нас сдают государственные итоги экзамены. А какие мероприятия проводятся в помощь выпускникам, абитуриентам будущим и тем, кто будет сдавать ЕГЭ? Как правильно назвать, я запуталась. Что-то делается и на что направлены эти мероприятия, которые проходят? Чем помогают выпускникам? Ну да, мы каждый год с детьми подготавливаемся к экзаменам. У них помимо того, что каждая школа самостоятельно проводит тренировочные экзамены на знании предмета, мы проводим в том плане тренировочные экзамены, чтобы дети ознакомились со всей процедурой. Потому что знание процедуры достаточно важное для того, чтобы у них не было волнения в период проведения экзамена. Чтобы они понимали, что их ожидает, какой процесс в порядке прийти, где какие свои вещи оставить, что взять, что не взять, куда проходить. Потому что тренировочные экзамены проводятся на тех же пунктах, в которых и основной экзамен проходит, то есть реальный, боевой. Поэтому они должны со всем этим ознакомиться, чтобы потом для них не было шоков. Некоторые дети первый раз бывают в этих школах, допустим, из других школ, и им сложно ориентироваться по школам. Поэтому, когда они проходят экзамен, они уже видят, что познакомились со школой, с расположением аудитории, с расположением каких-то дополнительных кабинетов. Увидели, что люди, которые принимают у них экзамен, там находятся в пункте, не такие уж и страшные. Все это достаточно доброжелательно проходит. Поэтому они всю процедуру просматривают, им выдаются все эти бланки. Процесс выдачи этих бланков. Они понимают, как это будет. Потому что там есть периоды ожидания, тоже немножко такие тяжелые. Они смотрят, что вроде бы все в этом плане должно быть все гладко. И они к этому готовы. И когда они приходят, они уже настраиваются не на процедуру, а на сам предмет. То есть, подходят к тому, чтобы не зацикливаться на том, как тут все будет, а именно писать ответы на те задания, которые нужно им будет решать. Поэтому у нас проходят всероссийские тренировочные мероприятия. Вот буквально недавно было у нас мероприятие по информатике и английскому языку. Вот впереди у нас ожидается тренировочный по русскому языку мероприятие, по устному английскому, по обществознанию. То есть, у нас в процессе до мая месяца мы будем проводить с ними вот такие тренировочные мероприятия и охватим всех детей, которые у нас участвуют в ЕГЭ. Они должны хоть по одному разу пройти или несколько раз они проходят? Или по каждому предмету они проходят этот тренировочный? Ну, есть дети, которые, допустим, сдают и информатику, и русский язык, поэтому они два раза поучаствуют. Те, кто сдают другие предметы, там, химию, физику, да, они поучаствуют только в русском языке, потому что русский язык – это обязательный предмет. В нем участвуют все, поэтому в этом плане дети все поучаствуют, и не будет никакого исключения, если он, конечно, не заболеет. А как с сельским жителям быть, с сельским выпускникам? Как они будут участвовать в тренировках? Да, с сельскими участниками у нас сложнее, потому что привозить на тренировочный экзамен сюда их, ну, просто нереально. И погода, и расстояние, все вот эти вот вещи сказываются. В этом плане мы предлагаем им кимы для того, чтобы они посмотрели, выдаем им вот эти бланки для заполнения, чтобы они могли позаполнять, поучиться там у себя на месте. Ну вот, а что касается пунктов проведения экзаменов, то здесь, конечно, посложнее. Они, когда приезжают сюда, они в пункт первый раз приходят, вот, ну, они, к сожалению или к счастью, я не знаю, более дисциплинированные, и у них подход к экзаменам более ответственный. То есть они приезжают, у них есть какая-то такая уже настрой, они как на экзамен, как на праздник, там сразу видно, что из села приехали, то есть они сразу видно, вот они такие вот у нас красивые, собранные, пришли на экзамены и все это сдали. У них сложнее, да, вот у них не бывает ПП, у остальных попроще. Мне кажется, самое сложное, ну, вот как для меня, это заполнить вот этот вот первый лист бланка, это самое, самое волнительное, потому что если, что вот если ты ошибку сделал, когда заполняешь этот бланк? Ну, здесь на самом деле ничего страшного нету. Бланк регистрации, вот про который вы говорите, да, первый лист, на котором дети заносят свои данные, он содержит, помимо фамилий, имя, отчества, еще и паспортные данные. Поэтому, а все данные уже у нас в базе есть, и когда, если ребенок ошибся, в этом нет ничего страшного, мы эту ошибку будем в процессе обработки бланков исправлять, потому что ребенка мы все равно найдем по школе, где он учится, там все равно будет, либо по имени, по фамилии, по отчеству, по серии, по паспорту, по номеру. То есть все равно какие-то данные у него будут совпадать. Если компьютер, допустим, некорректно все это прочитает, или ребенок не очень красиво все написал, это займет время, но мы все равно этого ребенка найдем, и все равно все данные, которые у него есть, и все задания, все попадут в базу, и все будет нормально. Хочется, чтобы они, конечно, писали все аккуратно и внимательно, переписывали все из своего паспорта. У них же лежит паспорт, им все можно переписать. Ну нервничай же, это же... Да, это у нас займет время, но мы все исправим, поэтому тут переживать сильно не надо, спокойно они приходят, спокойно записывают свои данные, прямо из паспорта, там ничего сложного нет, хотя бывает и буквы пропускают, переписывая из паспорта. Это волнение, это... ну и в этом нет ничего страшного, мы все исправим. Но они тоже перед экзаменом, есть какая-то тренировка, то есть они тренируются... Бланки им и в процессе обучения показывают, и на тренировках они все эти бланки заполняют, и потом после того, как они все эти бланки позаполняют, мы смотрим, у какой школы там есть проблемы с заполнением бланка, мы им подсказываем, если нужно, мы им еще даем образцы черновики, и они еще раз с детьми, которые невнимательно или там волнительно писали, могут всю эту процедуру пройти. Здесь мы помогаем выявлять, так сказать, тех учеников, которые немножко чувствуют, что можно все попроще делать. Там же нужно все вписывать, исходя из трафарета, то есть там есть образцы написания цифр, образцы написания букв, то есть по образцам, если пишешь, то компьютеру нет никаких проблем. Если ты пишешь, как у тебя красивый почерк, каллиграфический, то, конечно, могут быть и проблемы с распознаванием текста. Вы же еще проводите тренировки для родителей. Расскажите, пожалуйста, что это за тренировки, для чего они вообще нужны, будут ли в этом году родители сдавать ЕГЭ пробный и по какому предмету? Да, тренировки мы проводим для родителей, уже шестой год мы проводим эти тренировки. Это единый день сдачи ЕГЭ с родителями, так называемый. Он специально проводится для родителей выпускников, чтобы они на своем опыте сами познакомились со всей этой процедурой, то есть вся процедура выдерживается точно такая же, как у учащихся. Они эту процедуру проходят, чтобы потом они на своем примере, своему ребенку могли сказать, что вся процедура сдачи экзамена, это не такая она страшная и сложная. Поэтому мы их собираем каждый год. На базе первой школы у нас обычно проходит в марте месяце. Вот в этом году тоже обязательно будет, где-то в ближайшее время мы сообщим, когда это будет проходить. Они в своей школе могут подать заявление, что мы хотим поучаствовать в этой процедуре. Школа их подает нам, мы их уже вносим в специальную базу, которую нам дают для родителей. И они пишут предмет. Понятно, что они пишут не полностью весь экзамен, как дают дети. У них это немножко сокращенный, меньшее количество заданий, по времени все это меньше. Но процедура, которую они проходят, она идентична. То есть они приходят с паспортом, их проверяют на предмет запрещенных средств связи и так далее. Они заполняют бланк регистрации, они заполняют бланки ответов. Все это распечатывается при них. То есть они смотрят, как это процедура. Им зачитывается инструктаж, который положено зачитывать. То есть все это, вся процедура, вот начало, придя в ПП и до окончания экзамена, вся им проходит. А предмет какой они сдают? Всегда разный или всегда один и тот же? Всегда разный предмет сдают, да. Сдавали у нас в прошлом году русский язык, в этом году мы сдаем математику. Как много родителей приходят? Насколько это вообще популярное среди родителей выпускников мероприятие? Родители приходят. Я не скажу, что их столько же, сколько выпускников. Их поменьше. Потому что родители есть, у которых уже не первый выпускник. Есть родители, которые в сфере образования всю эту процедуру в принципе видели. Есть родители, которые ходили раньше, не тогда, когда у них является выпускником ребенок. Но достаточно, по 40 человек у нас бывает, родители приходят. А то есть не обязательно, что у тебя в этом году выпускается ребенок, можно просто заявиться и прийти и посмотреть? Не обязательно. Если у тебя ребенок выпускник, ты в школе пишешь заявление. Если ты просто хочешь посмотреть всю эту процедуру и поучаствовать в ней, ты подаешь заявление уже непосредственно к нам в Центр развития образования. Мы даем заявление, регистрируем. И пожалуйста, не только родитель, там может поучаствовать любой. СМИ могут, журналисты записаться к нам, прийти как участники, пописать этот самый экзамен. Любой желающий, который хочет окунуться в среду детей, вспомнить, как это было и как это детей сейчас делается, могут к нам обратиться и пожалуйста, мы запишем их на экзамен и они всю эту процедуру пройдут. Еще можно записываться или уже все? Нет, мы записывать будем с понедельника, телефон 1905 у нас, а в школе можно обратиться к завучу или к директору. Нужно с тобой паспорт, что нужно? Только паспорт. Только паспорт. Да. И потом назначат время, свяжутся. А потом, да, по заявлению заполняется по паспорту, заявление передается нам, мы, там указывается номер телефона, мы подготавливаем документы, сообщаем по телефону место, время сдачи экзамена, ну как и всем ученикам, им тоже сообщается место и время, и они уже к этому времени подходят и проходят всю процедуру. Оценки родителям ставятся? Да, оценки им выставляются, есть шкала, она, конечно, ну, поменьше, чем у детей, но двойки, тройки, четверки, пятерки им тоже ставятся. Эти результаты они получают только индивидуально и в личном присутствии, то есть мы по телефону там или в школу эти результаты никуда не отдаем, они стоят у нас в центре, и родители, которые хотят узнать свой результат, они к нам приходят с паспортом, подтверждают, что это действительно они, и им выдается только их результат. Математику я бы не пошла сдавать, сто процентов. А можно ли пересдать экзамен ЕГЭ выпускнику, если ему не понравился результат, улучшить этот результат, и вообще в какие сроки это делается, каким образом это происходит, что для этого нужно сделать? Ну, все выпускники у нас сдают экзамены на получение аттестата, предметы по выбору, это конец мая, начало июня. Это основной период экзаменов, по которым они сдают предметы. Есть дополнительный период, который у нас, вернее, есть досрочный период, когда у выпускников особый случай, что он не может попасть на экзамены в основной период, он может попроситься сдавать экзамены в досрочный период, который проходит в марте-апреле. Но в основном в этот период сдают выпускники прошлых лет, которым нужно изменить результаты. А так у нас выпускники, получается, сдают в июне. Если у них по основным предметам не хватает баллов минимальных для получения аттестата, то они переиздают экзамены в конце июня, в июле, в резервный период основного периода. Если же они не набрали необходимое количество баллов по предметам по выбору, которые не являются обязательными для получения аттестата, то такой предмет не переиздается. Его можно переиздать только через год в сроки, которые устанавливает Росопнадзор. Когда будут на следующий год установлены новые сроки по сдачам экзамена, они в те сроки сдают. Либо, опять я сказал, в досрочный период в марте, либо в основной период в резервные дни. И если учащийся этого года не сдал или не смог присутствовать на экзаменах в период в основной, или набрал и в резервные дни недостаточно баллов, либо заболел, либо еще по каким-то причинам уважительным не смог присутствовать, то он может переиздать в сентябре. Есть еще период у нас дополнительный в сентябре, он предназначен для того, чтобы учащиеся, которые по основным предметам не набрали, они все-таки могли получить аттестат. То есть у него дается период еще лета, он может подготовиться и прийти уже в сентябре, сдать экзамен по тому предмету, либо русский, либо математику, по которому он не получил удовлетворительную оценку, и сдать ее и получить аттестат. Там предметов по выбору уже в сентябре нету, потому что сентябрь, это выборы, это только июньский период основной, когда они могут сдать. Если же им хочется изменить свои результаты, но набрал он недостаточное количество баллов, и кажется ему, что мало, в этот же год пересдать он не может. Через год он может подойти и пересдать по этому предмету, получить баллы, и если, скажем, у него баллы будут меньше, чем в предыдущий год, то баллы предыдущего года не обнуляются, и при поступлении может уже использовать и предыдущие баллы. То есть нет такого, что сдал на меньшее, у тебя будут меньше баллы для поступления, нет, ты можешь использовать и баллы предыдущие. Сколько можно улучшать этот результат? Как-то ограничивается во времени? Сколько угодно можете улучшать свой результат. Результаты действуют 4 года для поступления, но можно хоть раз в 3 года, хоть каждый год ходить и сдавать предметы. Никто не запрещает, нет ограничения по количеству раз, по которым можно сдавать. Хоть все время ходите, сдавайте. У нас были выпускники прошлых лет, которые подряд 6 лет ходили сдавать предметы, практически все. Ну и как удалось? Все сдавали. Результат, конечно, не увеличивался, держался где-то примерно одинаковый, но они ходили, сдавали, чтобы проверить себя, чтобы была возможность, если улучшено, поступить куда-то там в институт, какой-то другой, допустим, еще. Насколько я знаю, можно по результатам ЕГЭ подать еще апелляцию, если ты не согласен с какой-то оценкой. Как это делается и для чего это делается? Да, есть у нас апелляции, их несколько видов. Есть техническая апелляция на процедуру, которую подают учащиеся в процессе проведения экзамена, если по каким-то причинам им показалось, что их технически были какие-то накладки, которые не позволили им набрать, сдать хорошо экзамен. То есть они могут в процессе экзамена, до того, как он закончился, до того, как они ушли из него, подать апелляцию по техническим причинам. Она рассматривается прямо там же, членами ЕГЭК, и там уже принимается решение. Можно подать апелляцию на результат. После того, как приходит результат, есть срок, в течение которого они могут подать апелляцию на результат. И эта апелляция подается в конфликтную комиссию, которая создана у нас здесь в округе. Эта конфликтная комиссия назначает эксперта. Обычно этот эксперт не тот, который проверял экзамен, то есть другой специалист. Он рассматривает этот ответ, дает свое заключение, приглашается учащийся. Он может прийти, может и не прийти, но в основном они все приходят. Им уже подробно объясняется, либо у него остается без изменения результат, либо если действительно были какие-то нюансы, и эксперт решил, что им можно баллы увеличивать, ему увеличивают баллы. То есть у нас три варианта. Либо остается балл неизменный, либо увеличивается, либо уменьшается. Ну, по практике я скажу, что апелляции, которые учащиеся подают, в основном остаются без изменения. Потому что у нас эксперты достаточно грамотные, проверяют достаточно объективно. То есть нет такого, что результат можно увеличить. Спорные вопросы бывают. Эксперт может прийти к такому мнению, пообщавшись с ребенком, когда апелляция идет, и принять решение на увеличение. Но это бывает очень редко. Даже я скажу, что чаще бывает уменьшение, чем увеличение. Потому что в процессе проверки большого количества работ эксперт может какую-то ошибку пропустить. Новые ошибки найти. Вначале он может пропустить эту ошибку, а когда уже конкретная работа рассматривается другим экспертом, он ее рассматривает более внимательно, более привязанно к критериям, по которым они должны быть оценены. Потому что есть критерии. Даже если ты подразумеваешь, что должно быть правильное решение, но ты это не прописал, а в критериях четко указано, нужно прописать, и этого нет. А предыдущий эксперт при проверке большого количества пропустил этот момент и поставил балл выше. То есть здесь он посмотрит, критерии сравнит и баллы уменьшит. То есть здесь большая вероятность, что больше будет внимания уделено на работу, и, соответственно, могут найтись дополнительные ошибки, по которым уменьшат баллы. А как быстро происходят вот эти решения апелляционной комиссии? Как быстро это все рассматривается? Это в течение какого-то оговоренного периода? Да, после объявления результатов в течение четырех дней они подают апелляцию. То есть они могут посмотреть свои результаты, они выкладываются в интернете, они их видят, свои результаты, видят свою работу, видят по каким параметрам поставлены те или иные оценки, они их рассматривают и решают, что вот у него тут правильно, там неправильно. Он подает в течение определенного периода времени апелляцию в конфликтную комиссию. Она практически на следующий день приглашает эксперта, эксперт рассматривает, потом приглашается учащийся и рассматриваются его работы. После этого мы подаем уже протокол рассмотрения конфликтной комиссии в федеральный центр. И там в течение, у них по-моему неделя там рассматривается, просто идет изменение в баллах, которые у него выставлены. И в принципе приходит новый результат. Апелляция только один раз? Один раз только можно апелляцию подать? Да, можно подать только один раз апелляцию. Дальше уже нужно подавать в высшую инстанцию апелляцию. Апелляция подается только на вторую часть, то есть на развернутую часть. На первую часть апелляция не подается на техническую, потому что первая часть – это часть, которая проверяется непосредственно машиной. Ее не проверяет эксперт, ее проверяет машина. И если там ребенок считает, что должен быть ответ цифра 3, а там он написал 5, и машина сказала, что это неверно, значит неверно. Если ты не согласен с ответом, надо писать уже непосредственно в федеральное ценное тестирование и говорить, что у вас неправильные ответы на задания даны. А на развернутую часть, которую проверяют наши эксперты, апелляция подается, она рассматривается, и эксперты уже ее исправляют. Есть еще апелляция, которую назначает непосредственно Рособнадзор сам. Он выбирает в произвольном порядке работы, и там на федеральном уровне федеральные эксперты проверяют эти работы. И они могут без оповещения взять работу, проверить и уменьшить баллы, или увеличить баллы. А как выпускник узнает об этом? Это же какое-то время должно быть, он уже где-то заявился. Он уже подал документы в институт по этим баллам, а потом они их уменьшили. А потом у них там 3 месяца дается на такое дело, и они действительно, бывает, что и в августе месяце ребенок уже подал в институт документы по своим баллам, а в августе месяце у него баллы уменьшили. А в этом году, в вашем ведении или нет, в этом году поступают опять ребята один только поток, да, или несколько потоков на поступление? Нет, но, к сожалению, мы не отслеживаем поступление, потому что это все-таки регулирует у нас федеральный центр, это Рособнадзор назначает, сколько периодов на поступление. Но раз они делают экзамены по определенным срокам, значит, они подразумевают, что если последний экзамен у нас 2 июля, значит, соответственно, и сроки поступления тоже будут ориентированы на сдачу последнего экзамена. Потому что если они сдают 2 июля экзамен, то результат будет только в течение 11 дней, то есть он будет там только после 12-го числа, 12-го июля. Соответственно, и эти документы тоже будут приниматься. Я думаю, что период поступления будет ориентирован на сдачу экзаменов. В прошлом году был единый день поступления, 17-го августа было зачисление во все вузы абсолютно, и только одна волна была. Это регулируем, к сожалению, не мы. Да, это очень, кстати, обидно, потому что было очень сложно, и очень выпускникам психологически было сложно. Я еще знаю, что выпускники этого года, которые будут сдавать экзамены, они в 9-м классе, в отличие от всех остальных выпускников, не проходили экзамены. Так ли это? Да. У нынешних выпускников в 9-м классе, когда они их заканчивали, не было государственной итоговой аттестации. Им в связи с обстановкой у нас, с эпидемиологической, им оценки ставились без сдачи основных экзаменов. Поэтому вот эту процедуру сдачи экзаменов, вот эту весь напряженную, так сказать, атмосферу, которая царит такая небольшая на экзамене, они не проходили. Поэтому для них вот этот вот период, он достаточно, конечно, такой необычный. И мы это заметили, вот недавно у нас была пробация, мы заметили, что учащиеся, которые вот приходят на пробацию, на эту тренировку, посмотрите, как проходит экзамен, они действительно, видно, что не видели этой процедуры, они немножко дезориентированы, так скажем, не так воспринимают ее серьезно, как эта процедура есть, потому что, ну, там не было экзаменов, им поставили оценки, они думают, вроде бы все так хорошо. А все-таки это строгая процедура, есть определенные критерии, есть определенный порядок, который они должны соблюдать. Вот, они немножко потеряны, и поэтому вот то, что у нас сейчас проходит много тренировок, это очень хорошо, и им должно это помочь, подготовиться, собраться, потому что это не такой простой все-таки процесс, это же нужно прийти, это нужно заполнить все грамотно бланки. У них же не было бланков, они их не видели никогда. Они приходят, все остальные выпускники, они в девятом классе точно такие же бланки заполняют. Они уже понимают, они в одиннадцатый класс пришли, они видят. Да, у них было то же самое, они хорошо ориентируются. Эти еще, к сожалению, не ориентируются. И даже по заполненным бланкам, вот мы смотрели, видно, что они достаточно расслабленно их заполняют, им бы нужно собраться и более аккуратно заполнять бланки, потому что это и их оценка в том числе. Если они первый бланк регистрации и бланк ответов первый, где они вписывают для проверки компьютером, ответы будут писать почерком своим и не будут соблюдать вот этот вот образцы, то машина может неправильно прочесть ответ. И тогда, соответственно, у него уменьшится и количество баллов, которые он получит. Потому что человек, который потом проконтролирует заполнение ответов машиной, он же ответов не знает, для него цифра, которую ребенок написал, единичка может быть очень похожа на 4, если он очень любит делать завитушки, а двойка может быть очень похожа на тройку. Поэтому здесь нужно, конечно, им быть аккуратными. И понимать, что это проверяет не человек, эти циферки сравнивать. Эта машина, как она увидела, как поняла, так она и будет дальше. И никто тут уже ничего не сделает. Меры санэпид будут сохраняться или уже все расслаблено? Да, мы еще сохраняем все вот эти санитарные нормы. У нас и организаторы будут присутствовать. Масочный режим будет у них. У нас там стоят санитайзеры для обработки рук. У нас стоят специальные лампы для обеззараживания воздуха. То есть все вот эти процедуры, да, у нас соблюдаются. Расстановка, опять-таки, учащихся, то есть полтора метра между ними. То есть если до этого мы могли посадить 15 человек в аудиторию, то теперь только до 12 человек в аудиторию, потому что помещения не позволяют большее количество посадить. В связи с тем, что расстояние между учащимися должно соблюдаться. Да, они соблюдаются. Пока эти нормы никто не отменял, мы их будем соблюдать. Но я думаю, что в этом ничего страшного нет. Нет, детям маски одевать не нужно, перчатки одевать не нужно. Поэтому здесь никаких к детям каких-то особых условий нет. Здесь все касается только орг-моментов, которые соблюдаются уже непосредственно на пункте. Что запрещено просто категорически приносить с собой на ЕГЭ детям? Ну вот на ЕГЭ у них должно быть с собой несколько вещей обязательных. Это у них обязательно должен быть паспорт, ручка черно-гелевая. Если нужен какой-то медикамент, то у них по медицинскому заключению он разрешается. Можно приносить воду, но в прозрачных этих самых бутылочках, без этикеток. Но в любом случае все, что принесут учащиеся, все равно у них организаторы при входе проверят на наличие шпаргалок. Есть предметы, на которые можно дополнительные средства приносить. Калькуляторы, линейки, транспортир. На географию можно приносить, на химию, на физику. Нельзя приносить никаких карандашей, никаких ручек синего, коричневого, красного цвета. Только черно-гелевая ручка. Ни в коем случае нельзя приносить средства связи, средства записи информации. То есть нельзя иметь телефон, нельзя иметь наушники, потому что это средства передачи информации. Нельзя иметь электронные смарт-часы, потому что это тоже средства передачи информации. Все эти средства, которые могут быть обнаружены в пункте, дают возможность организаторам вывести ребенка из аудитории и аннулировать у него результат. То есть это уже будет нарушение порядка, и ребенок будет с экзамена выдворен, и экзамен будет у него не засчитан. Поэтому нужно быть аккуратными, и все телефоны, наушники, которые очень любят наши дети носить, все вот эти электронные средства связи и передачи информации, они должны оставлять дома. С ручкой, с паспортом, и больше ничего не надо. Если калькулятор на предмет, который он сдает, ему нужен, он может его взять, непрограммируемый калькулятор, прийти, эти все, пожалуйста, никаких проблем нет. Все остальное, конечно, мы на входе проверяем, у нас есть металлодетекторы, мы смотрим, предлагаем детям все это дело выложить, сдать. Мы их не обыскиваем, ничего не делаем, предлагаем выложить. Если он не выложил, но видно, что у него что-то есть, тут уже член ГЭК может вмешаться, принять определенные меры, поговорить с ребенком, что он все-таки оставил какие-то средства. Но если он уж зашел и было обнаружено, то виноват ребенок сам. Александр Сергеевич, в конце программы какие пожелания родителям и выпускникам? Ну, к родителям большая просьба все-таки создавать атмосферу доброжелательности к детям, чтобы они в спокойной обстановке готовились к экзаменам, не волновались. То есть нужно подходить к ребенку доброжелательно, чтобы вокруг него была атмосфера спокойная, уравновешенная, чтобы он спокойно мог готовиться к экзаменам, не распылялся ни на какие-то другие вещи, которые бы его дергали, нервировали, чтобы он сосредоточился. Не нужно его напрягать, не нужно говорить, что если вот он не сдаст, он такой весь плохой. Нет, наши дети все хорошие. Как он сдал, это его сиюминутное какое-то действие. Это все можно пересдать, это можно потом увеличить эти какие-то баллы, которые он там вдруг не добрал. То есть это не катастрофично, не страшно, это все хорошо, это все решаемо. То есть нужно подходить к этому достаточно доброжелательно, легко и без таких каких-то жестких, таких ограничительных. Жизнь на этом не заканчивается. Она только начинается. Александр Сергеевич, спасибо большое, что вы пришли к нам на программу. А я напоминаю, что мы говорили о правилах сдачи единого государственного экзамена заместителем директора Ненецкого регионального центра развития и образования Александром Шамовым. До свидания, до встречи в эфире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова